Добрый день дорогие друзья, это программа тема дня на канале ИТОН ТВ. Сегодня в студии Михаил Юровский и мы обсуждаем трагические инциденты, приведшие к гибели людей на дорогах Израиля. Сегодня у нас в студии гость, адвокат, специалист в области уголовного и транспортного права Юрий Брандт. Здравствуйте. Здравствуйте Юрий. Итак, давайте начнем с конкретного случая, даже двух случаев, которые привели к гибели людей и многочисленным раненым. Обе эти аварии, оба этих происшествия произошли на шоссе номер 90, самом длинном шоссе Израиля в районе юга Израиля, южная часть. Почему они произошли и в чем в принципе состоит вина и государства и может быть и водителей? Давайте начнем с водителей. Да, действительно, водители в нашей стране проблематичные. Речь идет об агрессивном вождении. То есть, у нас действительно в стране водят машины агрессивно. Как будто мы выезжаем на трассу, мы находимся, как будто мы попадаем в какие-то военные действия. Каждый спешит занять полосу движения, каждый перестраивается. Все это хочет сделать раньше другого. То есть, видно из-за того, что очень мало дорог и большая плотность машин, то есть много пробок и люди не спешат, люди не стоят в пробках по утрам по 2 часа, по 3 часа. Видать, сдают нервы. Действительно, вождение становится агрессивным для того, чтобы успеть раньше другого водителя. Может быть в этом проблема. Это все, что касается человеческого фактора. Да, использование телефонов, конечно, приводит к тому, что водители теряют управление, не замечают вовремя какие-то препятствия на дороге, опаздывают с реакцией. Это все, что касается водителей. Да, это существенная причина. Это все, что касается человеческого фактора, который с него и начинаются все аварии. Не вовремя затормозил, не вовремя вырулил, не вовремя остановился, с большой скоростью ехал. Все это приводит к дорожным авариям. Но есть еще один очень важный фактор. Это фактор инфраструктуры. То есть, речь идет о 90-й трассе. 90-я трасса, да, она самая длинная, она самая скучная, она самая узкая. Я объясню, почему. Дело в том, что это междугородняя трасса, где разрешенная скорость от 80 до 90 километров в час. И чтобы было понятно всем, что такое 90 километров в час. 90 километров в час, это примерно 27 метров в секунду. То есть, автомобиль движется со скоростью 27 метров в секунду, чтобы было понятно, о какой скорости идет вообще речь. Одна полоса движения в каждую сторону разделительного забора нет соответственно полоса имеет ширину 360 ширина автомобиля метр пятьдесят то есть расстояние от левой части автомобиля до линии белой линии которая распределяет между на движ нашим движением и движением напротив примерно метр соответственно если не дай бог лопает колесо передняя левая и машина уходит резко влево сколько времени ей для этого потребуется на скорости 90 километров в час 27 метров в секунду это даже не десятая это сотая секунды с того момента как лопается колесо водитель теряет управление и того момента как он выходит на встречную полосу движения на встречной полосе движения он встречается так как забора нет он встречается транспортом который идет напротив то есть пары происходит лобовое столкновение в том случае когда два вида транспорта двигаются со скоростью 90 километров в час шансов никаких шансов никаких то есть все летальные исходы происходят при его столкновении это не как едет автомобиль бьется в стенку да это одно а когда это едут два автомобиля и бьются друг другу элементарная физика их не а энергия намного больше сила намного больше соответственно последствия намного сложнее тяжелее и шансов действительно никаких нет то есть минимальная минимальная недосмотр водителя обгон который происходит на тяжелых участках трассы кстати эти эти аварии были действительно тяжелых участках трассы водитель вовремя не успел уйти вернуться приводит к лобовому столкновению если бы на этих участках было бы было бы разделительный какой-то разделительный ограничительный забор который бы не позволял водителю, даже если он теряет управление, даже если он плохой водитель, даже если он невнимательный водитель, но он вместо того, чтобы перейти на встречную полосу и столкнуться с автомобилем, который идет напротив него, он ударится в заградительный забор. Соответственно, последствия этой аварии не будут летальными сходом. Никто не погибнет. Да, могут пострадать люди. Да, плохие водители, они пострадают, но они не погибнут, потому что есть разделительный забор, железный забор, бетонный забор, который не позволит автомобилю перейти на встречную полосу и столкнуться с встречным автомобилем, который движется с такой же скоростью, что было понятно. Вот когда, хотя бы на таких участках, где все равно обгон запрещен, да, если у нас белая разделительная полоса, все равно я не имею права переезжать напротив, то есть скажут, вот передо мной идет грузовик, забор, я за ним застрял, и я вот теряю 20 минут. Все равно, если есть белая полоса, и на этом месте нельзя совершать обгон, почему там не поставить заградительный забор, который действительно ограждение, который действительно спасет нас от лобового столкновения, спасет нас от потери управления и выхода на встречную полосу движения. Это все решит проблему. Кстати, вчера было заседание в Министерстве транспорта, и министр транспорта КАЦ дал указание начать строительство двух полос в каждую сторону на 90-й трассе, а до того момента, как они это построят, сделать то же самое, что я сказал, поставить заградительное заграждение, которое, кстати, стоит копейки. Это не так уж и дорого, действительно, на тяжелых участках, где происходят аварии, где есть резкие повороты, где запрещен обгон, поставить этот забор, что предотвратит летальный исход. Могут быть пострадавшие, но они не будут смертельны. То есть, по сути, государство признает, правительство признает вину государства и пытается исправить уже когда... Очень просто, все очень просто. Сделать нормальную дорогу, защитить максимально водителей, да, есть, мы видим даже в Европе, есть крутые повороты, люди едут по горам, та же Швейцария, но просто есть заградительные заборы, которые не позволяют в случае потери управления машине скатиться в пропасть, они его ловят. Они рассчитаны на то, что действительно ловить машину, которая даже идет на скорости 100 км в час, они ее ловят, они не позволяют ей перейти, либо упасть в пропасть с правой стороны, либо перейти на противоположную полосу с левой стороны. И тем самым обезопасить даже плохих водителей, допустим, с агрессивным вождением, плохие водители, да, они неправильно учатся, их неправильно подготавливают, но если сделать все для того, чтобы обеспечить их безопасность, даже в случае потери управления, тогда аварий с летальным исходом будет намного меньше. Хорошо, надеемся, что государство все-таки исправит свою ошибку в пренебрежительном отношении к инфраструктуре и все-таки достроит необходимое заграждение для безопасности водителей. А вот скажите, как лечить излишнюю агрессивность водителей, может быть, принудительно их поить чаем с валерьянкой перед посадкой? Вы знаете, это уже вопрос, наверное, не к адвокату, а к психологам. К адвоката надо спрашивать, как защищать таких водителей в суде, но опять-таки, как их лечить, как их подготавливать, это вопрос уже к Министерству образования, Министерству транспорта, как именно подготавливать водителей. А это возможно в конечном? Конечно, если делать им специальные курсы, специальные подготовительные курсы, как, не знаю, давайте спросим, как успокаивать детей в школах. Это то же самое, как наши дети ведут себя в школах, действительно, дети агрессивны, дети… То есть, тут уже вопрос больше к менталитету вождения и водителей, и как это все обеспечить, и как их успокоить, скажем так, это действительно вопрос к психологам, а не ко мне. Ну что ж, будем надеяться, что вот эти оба фактора, и инфраструктурный фактор, и человеческий фактор, они когда-то найдут свое решение, и вот это достаточно серьезное количество погибших и тяжело раненых, оно начнет как-то снижаться. Ваши рекомендации по поводу поведения на дороге в зимнее время, потому что зимнее время – это обычно проблематичное время. Вообще, мы знаем, что с первым дождем всегда в Израиле происходит большое количество аварий. Обязательно, обязательно. Почему? В чем проблема? Проблема в том, что израильские водители не подготовлены к вождению по мокрой трассе. Что значит, какая разница между мокрой трассой и сухой трассой? Коэффициент трения. Все очень просто. Мокрая трасса – машина начинает скользить, машина начинает заносить, в отличие от сухой трассы. Когда водитель постоянно водит летом по сухой трассе, и он знает, что ему для торможения нужно определенно нажать на тормоз для того, чтобы остановиться, на мокрой трассе – это совсем другие показатели, совсем другие расстояния. К сожалению, наши водители этого не знают, к сожалению, наши водители проходят курс вождения летом, мы берем уроки вождения, берем 30 уроков для того, чтобы сдать на права. Эти 30 уроков мы берем летом, и вдруг мы получаем права, и тут идет первый дождь. Соответственно, никто нас по мокрой трассе ездить не учил. Если мы спросим любого водителя элементарного, который сдал на права, что делать в случае того, если твой зад автомобиля заносит в правую сторону, в какую сторону нужно вертеть руль, он этого не знает, потому что его к этому не подготавливали. То есть подготовка водителей у нас очень слабая. И, соответственно, раньше, я помню, лет 15 назад были специальные участки, которые специально заливали водой или какой-то скользкой жидкостью для того, чтобы учить водителей выходить из тяжелых ситуаций в случае заносов. Да, в Израиле. Это было в Аждоте, это было в Кибуц-Якум. Специально поливали водой какую-то площадку. Водитель ехал вместе с инструктором. Инструктор тут поднимал ручной тормоз, машину начинало вертеть. И ученик должен был выйти из этого положения, то есть исправить машину и выйти с этой ситуацией. Сегодня для подготовки водителей этим никто не занимается. Учитель вождения дает ему 30 уроков, учит его парковаться, учит его останавливаться на красный свет, но действительно управлять машиной в экстренных ситуациях и как правильно выходить из аварийных ситуаций этого не происходит, к сожалению. И это служит, в конечном итоге приводит к тому, что зимой наши водители не умеют водить автомобиль и происходят все эти аварии. Но есть и более оптимистичные случаи. Есть водители, которые приезжают из-за рубежа и высоко ценят израильские дороги. Вот несмотря на то, что вы говорили, я вас немножко пытаюсь опровергнуть. Дорожная полиция Израиля сумела найти и арестовать 40-летнего туриста из России, развлекавшегося гонками на бешеной скорости по израильским дорогам. Мужчина документировал свои достижения и многократно публиковал в социальных сетях видео полетов со скоростью 200 км в час. Скажите, Юрий, насколько часто бывают такие случаи, когда человек едет со скоростью 200 км в час и ему это сходит с рук? Можно ли в принципе ехать со скоростью физически? Давайте начнем с израильских водителей. Израильский водитель, который задерживается полицией при вождении со скоростью 200 км в час и его вызывает в суд, встает прокурор и просит в виде наказания тюремное заключение. То есть сегодня люди идут делать исправительные работы. Вместо того, чтобы сидеть в тюрьме за скоростью 200 км в час встает прокурор и просит тюремного заключения. Люди не понимают, говорят, я просто водитель, у меня нет никакого уголовного вопроса. Чуть-чуть нажал на педаль. Я никогда не сидел в тюрьме. И вдруг встает прокурор и просит меня посадить в тюрьму. Чтобы было понятно. Без жертв, то есть все закончилось хорошо. Просто зафиксировали скорость 200 км в час или выше. Человек идет на исправительные работы. Это мера наказания сегодня в израильских судах. Это как минимум плюс штраф, плюс лишение прав. На два года может дойти лишение прав. Это то, что происходит с израильским водителем. Чтобы было понятно. То есть не рискуйте. Да, шестая трасса, прекрасный асфальт, прекрасные полосы, широкие. Жми на газ, испытывай свою машину. Но если тебя поймают. Кстати, полиция, дорожная полиция, чтобы вы знали, на шестой трассе фиксирует нарушения. Очень часто. Они очень часто там на машинах, вообще не на полицейских. Невозможно заметить вообще, что это полиция. Они фиксируют нарушение скорости. И очень много людей шестой трассы находят себя в суде дорожно-транспортом. И в конечном итоге выходят с лишением справ. Даже если там, если высшая точка разрешенной скорости, там 120 км в час. Но все равно, если они едут 200 км в час, это на 80 км в час выше разрешенной скорости. А камеры там не фиксируют автоматически? Есть там камеры тоже, но это уже вопрос с дорожной полицией, не ко мне. И камеры, и полиция занимаются там отловом преступников. И нарушителей, скажем так. Что касается российского туриста, конечно, понятно, туристы любят оторваться, туристы любят расслабиться, они считают, что они в отпуске, что им можно все. Но не забывают, что законы, они везде, всюду действуют и действуют одинаково. Так же самое, как израильские туристы. И множество друзей получают вдруг сообщение из Италии через два года, что вас зафиксировали на превышение скорости, вы должны нам 2500 шекелей. Кстати, это приходит от местных наших адвокатов, которые представляют полицию Италии. И, соответственно, уже деться никуда нельзя, потому что ты брал эту машину на свое имя, уже есть там приговор суда, и, соответственно, нужно это выплачивать, потому что наше государство принимает постановление суда государства Италия. Так же само Россия принимает постановление суда государства Израиля. Это международное право. Это все очень просто. То есть, по крайней мере, грозят всем туристам, которые думают, что им ничего за это не будет, и здесь можно отрываться. Так же само в российском государстве есть адвокаты, которые представляют государство Израиль, которые знают, как изъять штраф из нарушителя. Даже если не поймали, то через какое-то время... Даже если не поймали, если ты успел сесть на самолет и улететь. Но, как правило, если речь идет о 200 километров в час, и этого российского гражданина арестуют, к примеру, я не говорю про этот суд, полиция его арестовывает и сразу его на следующий день везет к дежурному судье. Его просто так из страны никто не выпустит. Но прекрасный способ остаться в Израиле надолго. Да, возможно. Его ведут в дорожном суде, ему делают ускоренный суд. То есть на суде его, соответственно, судья может лишить прав только для вождения в Израиле, но штраф, который он получит в результате этого, я не знаю, его посадят, не посадят, возможно, там его... Немножко он получит проговор мягче, чем гражданин Израиля, но штраф, который ему придется заплатить, будет в 3-4 раза выше, чем штраф, который заплатит израильский гражданин. То есть эта поездка ему обойдется очень дорого. Это все, что... И в случае штрафа, если его зафиксировала камера, так же самые израильтяне, которые находятся за границей, если их зафиксировала камера, опять-таки местные израильские адвокаты знают точно, как из кого вытащить деньги за то, что они нарушили правила за границей. Уважаемые слушатели, зрители и читатели ИТОН ТВ, следите за тем, как вы водите автомобиль, соблюдайте правила дорожного движения, они уже везде. Это была программа «Тема дня» на канале ИТОН ТВ. В студии был Михаил Юровский. Напоминаю, наш гость в студии, адвокат, специалист в области уголовного и транспортного права Юрий Брандт. Спасибо, Юрий. Спасибо вам. И вам, друзья, спасибо. Всего хорошего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова